привет привет мои дорогие подписчики всех приветствую и сейчас опять-таки спонтанно давайте посмотрим прогноз на на отрезок времени с 20 по 31 на октября господи вообще уже заговаривать стало октября давайте посмотрим что же нас ожидает тоже на вечер сама посмотрим три карты как всегда и потом дополнение вытащим еще из колоды золотого того и так поехали мои дорогие три карты первая карта вторая карта и третья карта ох замечательное время замечательная декада будет декада роскошная честно говоря вот правда да ну давайте все по порядку будет работой любовь скажем так первая карта у нас выпала четверка жезлов вот такая интересная карта и конечно же она нам говорит четверка жезлов четыре угла это квартира если кто-то хотел купить квартиру возможно он приобретет возможно у вас будет переезд в какую-то квартиру более как сказать вам больше будет нравиться там более удобную для вас так можно сказать может быть она будет больше по размеру либо она будет в хорошем районе либо она будет на солнечной стороне окна будут выходить либо ну вот какая-то так какое-то место которое вам будет нравиться больше чем вы сейчас находитесь если у вас это проигрывается именно с с переменной жилья то она будет лучше это может быть и покупка конечно это может быть покупка наследство и так далее вот здесь можно в общем то перечислять много всего но смотрим 4 угла и возможно в доме у кого-то будет веселье в это время еще так может проигрываться однозначно но вот мы видим на картинке да как бы навес 4 жезла таких стоят деревянных скажем да на вес и под этим навесом очень весело парню и мужчине и женщине в общем то здесь у нас и голубь присутствует это вот на эту сторону повернем солнце голубь то есть но все атрибуты счастливой хорошей жизни хороших новостей мирного сосуществования и кстати обратную сторону откуда я перевернула это тоже сторона говорит о том что каждый в этот дом придется с чем-то своим с каким-то своим жизненным багажом если а кстати вот продолжу мысль возможно вы решите с кем-то съехаться вот и решите жить под одной крышей так еще может быть веселье в вашем доме будет и вы пригласите гостей или к вам переедет молодой человек жить или вы к нему переедете у вас будет совместное теперь уже проживание но в любом случае это то что для вас что-то вероятно новое и то что вам понравится то что вам будет больше нравится вот так вот я могу сказать и вторая карта у нас мои дорогие получается восьмерка пентакли тоже карта такая на мой взгляд очень очень позитивная говорящая и она говорит о том что вы будете работать вы будете обучаться кто-то будет обучаться кто-то будет работать а кто-то будет обучаться новой работе какой-то специальности профессии приобретать в прямо в позитиве эта карта проигрывается обучение вся концентрация именно на весь вас ваш фокус будет будет устремлен именно на обучение профессии определенные вы что-то будете оттачивать что-то в общем-то как приобретать какие-то навыки эта карта также на может говорить допустим что вы можете преподавать эта карта мастера мастера вот я в обратную сторону покажу мы видим здесь ребенка и мастера да то есть он может пред преподавал то есть вы можете преподавать ну это не обязательно что вы детям будете преподавать вообще преподавать специальности вы можете людей чему-то обучать то есть у вас есть навык вы его приобрели какая-то специальность или навык или ну в общем то либо вы вы обучаетесь, может быть, у вас будет практика, кстати, как вариант такой, да, тоже эта карта, вот, может об этом говорить, в любом случае, карта хорошая именно тем, что, ну, во-первых, то, что вы будете работать, это уже хорошо, да, то, что вы будете обучаться, это тоже хорошо, вот, ну, и о том, что вы можете заработать что-то, деньги, то есть, это еще может говорить о том, что, как, вот, мы видим, человек куёт, Пентакли, он их изготавливает, то есть, вы можете зарабатывать деньги на этой профессии своей, на специальности, в общем-то, и так далее, в негативе есть негатив, как у любой карты, не все я проговариваю, но в этой карте негатив, вы знаете, когда вы будете слишком увлечены работой, слишком увлечены этим делом, и у вас будет узкое мышление, узкий взгляд какое-то определенное время, возможно, вам стоит поднять голову и как бы расширить свой кругозор на время обучения, или на время работы, так, еще может проигрываться, так, и третья карта у нас, мои дорогие, это карта влюбленные, это замечательная карта, она очень много-много трактовок, ну, проговорим самые-таки основные верхушки, естественно, потому что у нас общий прогноз, безусловно, и, конечно же, она может говорить о первой любви, вернее, о любви с первого взгляда, о первой любви тоже она может, естественно, говорить, эта карта может нам говорить о том, что у вас соотношения перейдут на новый уровень, более серьезный такой, да, определенная ступень, как я всегда говорю, вы как бы на эту ступень поднимаетесь, да, в отношениях, что-то новое для себя открываете, и больше-больше вас это захватывает, больше любви вы начинаете чувствовать друг к другу, вот так это может проигрываться, но вы знаете, эта карта еще, если не говорить о любви, то она может говорить о том, что вы найдете себе хорошего партнера, вы убедитесь в том, что рядом с вами хороший партнер, так тоже может проигрываться, если у вас какой-то бизнес, если у вас ваше дело, то, конечно же, партнер, естественно, это такой ценный ресурс, скажем так, в этом деле, вот, и как раз-таки эта карта может говорить о том, что именно в этот период вы можете, в общем-то, встретить такого человека, обратите на него внимание, потому что, естественно, судя по раскладу, стоит, в общем-то, ну, стоит такого партнера, в общем-то, рядом всегда иметь, вот, карта эта нам влюбленная еще может говорить о том, что у вас, возможно, есть два бизнеса, две недвижимости, у вас, вы стоите перед каким-то выбором из чего-то, из каких-то вот, допустим, две страны, две недвижимости, два бизнеса, и, возможно, у вас будет такая, как сказать, мысль выбрать что-то одно, от одного избавиться, так вот, как раз-таки эта карта говорит о том, что это не время от чего-то избавляться, то есть оставить нужно и два гражданства, и две недвижимости, два бизнеса, пока еще не время избавляться, именно, напомню, в третьей декаде октября, мои хорошие, поэтому оставляем и, ну, на паузу ставим, так скажем, вот так вот, давайте сейчас вытащим дополнительные карты, посмотрим, что они нам могут сказать, да, на вот эту декаду, десятидневку, образно говоря, там полноценных одиннадцать дней у нас, наверное, да, получается, но, тем не менее, декада октября, и так, настроение месяц, не месяца, а настроение декады, смотрите, тоже Пентакли, семерка Пентакли, замечательная карта, вы знаете, эта карта тоже бизнесмена и предпринимателя, между прочим, эта карта говорит нам о том, что в эту декаду мы можем что-то посадить, как будто бы сверно какое-то посадить и взращивать его, то есть такая карта очень говорящая предпринимателя, почему, потому что как будто бы вы что-то сделали и ждете прибыли, вот так, это карта прибыли, скажем так, когда вот мы как будто бы, как видим на кустах, да, как будто бы мы посадили и взращиваем Пентакли, поэтому, мои дорогие, подумайте, что вы можете сделать, какое зерно вы можете себе посеять для того, чтобы потом ждать ваших дивидендов, допустим, то есть это что-то созревает, возможно, это уже что-то созревает, вот, и нужно подождать, как денежное дерево, вот как будто бы вот растет денежное дерево, это карта земная, Сатурн в Тельце, Сатурн у нас тяжелая карта, такая, ой, планета, вернее, которые нас так дисциплинируют, скажем так, в Тельце, ну, это деньги, то есть какая-то дисциплина в деньгах, то есть нужно подождать, пока деньги принесут, когда деньги приумножатся, вот так можно сказать, в общем, конечно, по этой карте это нам говорит, что вот мы видим такого человека, который, ну, как трактовка идет, хотелось бы быстрее и больше, естественно, но нужно подождать, поэтому ждем. В отношениях, возможно, ваш молодой человек будет думать, что делать, вот мы видим молодого человека, он стоит и думает, что ему делать, вот, возможно, в третьей декаде будет молодой человек ваш задумываться, ну, как бы стоит и думает, да, то есть, ну, он медленно будет созревать, то есть результата от него какого-то добиться вы сможете не скоро, потому что он в раздумьях, ну, вот как-то так. Вот так, мои дорогие, пройдет наша декада октября, я считаю, что очень замечательно, карты все позитивные, карты все рабочие, карты все такие, знаете, скажем так, и денежные, и удовольствие здесь видно, и любовь здесь видна, тем более старший аркан у нас выпал, любовь, то есть выбор, и очень-очень такое, скажем так, подвижная, подвижная декада очень, не такая, не вялая, поэтому включаемся, ребята, с завтрашнего дня, с 20-го числа, и, в общем-то, начинаем получать удовольствие от жизни, мои хорошие, мы встретимся с вами в следующих видео, я на этом с вами прощаюсь, и пока-пока!